Весь дым просто лег на город. Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после атаки дронов. Загорелись два десятка цистерн с дизельным топливом, объемом по 5000 кубических метров каждая. Всего таких резервуаров там больше 70. Силы обороны Украины поразили очередной важный объект российских захватчиков. В ночь на 18 августа нанесен удар по комбинату «Кавказ» в Ростовской области Российской Федерации. Тут хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии Российской Федерации. Из сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбук. При попытках ликвидировать пожар пострадали около полусотни спасателей. Семерых в тяжелом состоянии доставили в госпиталь в Петербурге. А на предприятии появилась угроза разгерметизации керосиновых цистерн. Тем временем горит уже сам город, сообщили в МЧС Федерации. Местные жители говорят, пылает целая улица. Поясняя причины пожара, чиновники в показаниях путаются. Сначала написали, что огонь перекинулся с нефтебазы на жилые дома. Позже, что это два разных пожара. Местным жителям до таких тонкостей дела нет. Город окутал черный дым. Дышать нечем. Хотя мэр Пролетарска уверяет, в городе все стабильно. И эвакуировать население не нужно. Радио Свобода опубликовала спутниковый снимок, на котором видны последствия длительного пожара на нефтебазе в Ростовской области. Как отмечается, он сделан 23 августа. Из-за атак по российским нефтехранилищам и НПЗ в стране дорожает топливо, несмотря на все попытки властей сдержать рост цен. В 98-м топливо уже дорожает, уже скрывать не могут, как они дорожают. И смотрите, появилась новая информация про то, что не могут закрыть поставки. То есть нарушаются поставки, начались арбитражные всякие преследования, потому что люди, как бизнес, хочут купить по тем ценам, которые заявляет государство, а оно не дает повышать цены. Россия не дает повышать цены на топливо. Даже на оптовом рынке это регулирует. У них оптовый рынок на 20% дороже, чем розничный рынок. Тактика постоянных атак на российские НПЗ и нефтебазы, по мнению экспертов, очень эффективна. Сокращение притока средств на продолжение войны, задержки в поставках российской армии – самые очевидные ее результаты. Мы уже по третьему и четвертому кругу утюжим вот эту нефтянку российскую. У нас есть очень большие успехи. Они заключаются в том, что фактически высокооктановое топливо и дополнительные химические продукты, которые необходимы в нефтехимической продукции, мы у них выбили. Они производить что-то серьезное уже не могут. То есть под вопрос, поставленные высокооктановое топливо, вообще нет возможности перерабатывать авиатопливо. То есть то, что я предсказывал с вами два года назад уже произошло. То есть это Беларусь поставляет авиатопливо, там через границу поступает. Но вот уже страна-безоколонка по авиатопливу – все. Владельцы уже спешат избавиться от рискованных объектов. Одну нефтебазу в Ростовской области выставили на продажу 20 августа. Вторую – незадолго до этого. Владельцы готовы сдавать объекты в аренду, если покупатели не найдутся. Также в Ростовской области на продажу выставили еще два нефтеперерабатывающих завода и неработающую нефтебазу. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.